здравствуйте дорогие любители мы сегодня будем разбирать UFC Fight Night 128 Барбоза Ли так начнем с главного боя Барбоза Эдсон Барбоза он проиграл последний бой Хабибу Нурмагомедову был это в конце 2017 года до этого он побеждал нокаутом у Банила Дайрюша и в шестнадцатом году победил два раза у Гилберта Мелендеса и Энтони Петтиса все это решениями Кевин Ли свою очередь проиграл последний поединок и было это уже в этом году нет это было в том году 17 дом проиграл Тони Фергюсон ответственно эти два бойца проиграли топом дивизиона Тони Фергюсону и Хабибу Нурмагомедову до этого Кевин Ли побеждал хорошего борца Майклу Кьезу удушением сзади то есть он доказал что он еще круче борец ну до этого побеждал Франсиско Триналдо не вот не самого проходного соперника и Магомеда Мустафаева тоже у которого очень хороший рекорд так что я думаю что здесь побеждает Кевин Ли за счет борьбы Кевин Ли еще и потому что он очень хорошо держит удар и вряд ли ляжет в этом поединке только если какая-то чудо нога Эдсона Барбоза залетит ему прямо в подбородок в чем я сомневаюсь ну хотя конечно у Барбоза шансы все-таки это Барбоза так дальше Фрэнки Эдгар против Каба Свонсона Фрэнки Эдгар выйдет после сокрушительного нокаута от Артеги Артеги я напоминаю это борец борец но Каба Свонсона он тоже победил в последнем поединке ну Фрэнки Эдгар не восстановился я считаю после этого нокаута побежал быстрее подписывать контракт с Кабом Свонсона но Каба Свонсона он уже побеждал и было в 2014 году когда он победил сабмишином в пятом раунде ну ладно это было слишком уж давно смотрим вот до этого Яира Родригеса который я считаю переоценен и вот Джереми Стивенса вот это вот хорошая победа в 16 году но я напоминаю что прошло всего ничего с того момента вот 3 марта и сейчас они будут драться уже 24 апреля это будет с Фрэнки Эдгар Каба Свонсона Каб Свонсона побеждал в бою против Артеги опять же Артеги который нокаутировал Фрэнки Эдгара но потом попался на гильотину и проиграл неожиданно для всех так что я считаю даже стойки стойки Каб будет доминировать если Фрэнки Эдгару не удастся применить свою борьбу то победит Каб все-таки я бы здесь поставил на Каба Свонсона но опять же бой очень близкий это не железобетон надо думать с осторожностью делать ставку если вы будете это делать Джастин Виллис против Чейза Шермана здесь я считаю все более однозначно против жиловесов не самых топовых но вот Джастин Виллис обладает очень хорошим ударом вырубит нафиг этого Чейза Шермана наверняка но в тяжелом весе все бывает если он выдохнется может сам проиграть но считаю что он большой фаворит в этом бою и скорее всего победит Чейза Шермана посмотрите в семнадцатом году у него две победы а соперник не топовые не топовые соперники но все равно это UFC UFC не самый крутой дивизион сравнивать с другими но Чейз Шерман проиграл в последнем бою нокаутом Шамилю Абдурахимову было это UFC ну побеждал таких мешков как Домен Горобовский и Рошад Культер все-таки но отъезжал опять же в семнадцатом от Уолта Харриса Джастин Виллис все в чем-то похож на Харриса но наверное чуть похуже но ему хватит этого чтобы победить Чейза Шермана которого еще не уволили после этого поражения и так дальше Дэйв Бранч раньше выступал который в W Софи против Тиаго Сантоса который набрал оборот так Дэйв Бранч сейчас проверим эту информацию где я выступал да он был в W Софи по-моему он был чемпионом вот пришел в UFC победил с раздельным решением Криштофа Шиштофа Криштофа Йотко ну который уже сейчас на спаде который проигрывает уже там три поражения подряд играл Брэду Товары со нокаутом недавно проиграл Люку Рохолду блин ну казалось бы Люку Рохолду но Люк Рохолда опять же уже не самой лучшей в форме своей Майкл Биспинг забрал его душу а Тиаго Сантос на подъеме уже несколько нокаутов это будет просто нелегкой прогулкой но я думаю он одолеет все таки Дэйва Бранча который хорош был когда-то но опять же в UFC строго с допинг контроля может это тоже влияет на бойцов при переходе из одного промоушена в UFC соответственно посмотрите на эти впечатляющуюся победную серию Тиаго Сантоса четыре нокаута подряд Джеком Маршманом Джередом Миршертом Джеком Хермансоном три вот поединка он провел в 2017 году и над Энтони Смитом честно говоря в бою против Энтони Смита я почему-то думал что Энтони Смит сможет зарешать но Тиаго Сантос набрал очень хорошую форму если он выйдет в той же самой форме он просто вынесет короче победит скорее просто победит я считаю хороший хорошая ставка на Тиаго Сантос помню какой-то Сан-Планет сами Брет Джонс против Аджемейна Стерлинга здесь я бы поставил на Бретта Джонса сейчас пробую объяснить почему ну тут и сами все видите он побеждал в 2017 Альберта Моралеса Джо Сотто причем с Абмишином вообще победная серия его впечатляет он вообще как будто не проигрывал никогда он просто никогда не проигрывал и вряд ли Алджемейн Стерлинг нанесет ему первое поражение в карьере потому что у Алджемейна Стерлинга у самого все не в порядке смотрите он чередует поражение с победами да у него были непростые соперники Марлан Морайес Марлан Морайес да хороший боец тут он просто нокаутом даже не мог продержаться три раунда соответственно он выйдет после нокаута а в семнадцатом году он провел час четыре поединка очень часто выступает вот эта победа над Асун Сао да впечатляет он такое ощущение что поизносился как-то растерял ну победил Августа Мендеса да видно на Барао но он уже не тот давно а вот Брэд Джонс он непобедимый ладно не будем на этом задерживаться в общем Брэд Джонс считаю победит в этом поединке 14 боев в этом карте просто огромный карт по сравнению с тем что был до этого на UFC 223 9 поединка всего а сейчас 14 Джим Миллер против Дэниела Хукера вот здесь сложно предсказать Джим Миллер против Дэна Хукера ну даю предпочтение наверное Хукеру хотя это вообще филами по воде писано а просто у Джима Миллера очень плохая уже полоса три поражения подряд но и соперники смотрите Дастин Парье причем еще им большинством судей сложный какой-то был поединок странный видимо Дастин Парье выходил после поражения там что-то нащупал уверенность свою обратно возвращал куда-то в общем набрал обороты и в общем начал нормально уже показывать выступление Энтони Пэттис ну да хороший боец но уже тоже подздулся то ли из-за ЮСАДа тоже непонятно вот Франциско Триналдо да вот это тоже хороший боец но и соответственно их испытаний Джим Миллер не выдержал а вот Дэн Хукер это уже не такой топовый спортсмен топ-10 не входит топ-15 тоже не входит зато он побеждал Марко Диакизи вот это вот просто сразу же хочется да вот это круто чувак он побеждал Марко Диакизи Дэн Хукер ну наверное он и Джима Миллера значит все-таки считаю да Джима Миллера он должен стать Дэн Хукер дальше Райан Лафлер против Алекса Гарсии здесь я бы предпочел Алекса Гарсию ладно начнем с Райана Райана Лафлера почему 34 года уже староват проиграл Алексу Оливери не мудрено Алекс Оливери хороший боец с хорошей ударкой дворик бой но с небольшим IQ бойцовским как я считаю ну тут он проиграл ему тем более он уже не выиграл с чем мы обсуждаем так но выиграл урона Корнейра в семнадцатом еще году который рекорд 21-10 уже ни о чем не говорит такая победы Майк Пирс тоже на ультимейт файтер до этого Дэмина Майя проиграл в общем впечатляет его рекорд последних боях а вот Алекс Гарсия у него сейчас 15 на 4 знакомое лицо причем Алекс Гарсия он побеждал Муслима Сарихова да вот этим впечатлил получается он хороший борец заборол нашего Муслима Сарихова да проиграл Тиму Минцу но Тиму Минцу не грех проиграть топовый боец так здесь выбираем Алекса Гарсия можем побеждать так Магомед Бибулатов и Юта Сасаки но тут даже вот не смотря статистику да 14 на 1 20 на 5 15 хотя вот не знаю почему даже он на девятнадцатом месте и вообще это мисс матч я считаю там коэффициент мизерный на Бибулатова ладно посмотрим по-быстрому Бибулатов помните это лицо да он проиграл Джонни Мараги в последнем своем крайнем поединке ну Марага это топовый спортсмен и Юта Сасаки остальное ладно Лоев в Ахмате но в UFC 1-1 уже Дженелла Лоуза Джон Марага Флай Вейт Мюха Весы Вес Мышонка Чего Мюха Мышонка Юта Сасаки просто не знаю по-моему очень плохой боец очень плохой да больший говорит много гоняет но как он выиграл у Скоггинса это просто было Скоггинс самому отдал победу можно сказать зачем-то перевернулся вместо того чтобы потерпеть немножко удары это был просто дикий трэш Юта Сасаки победил в бою проигрывая уже наверно там чуть не десятку как бы у него в лаве можно было закинуть и победить кто бы не мог подумать что Джастин Скоггинс проиграет матч в общем он должен проигрывать 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 ладно Дальше 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 Сияр Баха Дурзада против Луана Чагаса Хороший такие спортсмены я считаю вот тут трудно определить достаточно трудно кто победит потому что оба хорошие ну непонятно Брэндон Тач так себе спортсмен так себе победы Роб Вилкинсон ну да вот тут не победим первое поражение нанес Сияр Баха Дурзада про Вилкинсон это дорогого стоит ну и давно не выступал тут вот большой перерыв с 13 по 16 тут хорошо вышел вернулся дальше дали зло потом в семнадцатом году уже Вилкинсон победил хорошую форму набрал молодец Баха Дурзада против Луана Чагаса так мощное мощное так имя Чагас ну вот смущает то что победить Эрику Сильве в шестнадцатом еще куда не шло ладно Эрик Сильве уже совсем не тот боец что был раньше здесь Серхио Морайес в ничья ладно Жим Волхед ни о чем не горит рекорд 29-10 ладно здесь отдаю предпочтение Сияру Баха Дурзади должен наверное все таки должен забирать дальше Патрик Каминс против Кори Андерсона тоже довольно сложно здесь предсказать но я все-таки склоняюсь к Патрику Каминсу потому что он победил Жанна Виланте пусть и сплитом Яна Блаховича победил все-таки который сейчас набрал очень хорошую форму уже в ходе там в топ 5 или 6 полутяжелого веса ладно на эти поражения будем смотреть не в шестнадцатом вот в семнадцатом году уже две победы да там непонятно мажорить и сплит ладно неважно победы есть победы соперники я считаю были неплохи и особенно Плаховича победить супер просто Кори Андерсон хороший борец но слабая челюсть Джимми Ману его четко пробил Руа проигрывал и нас побеждал в шестнадцатом году Шонова Коннелла вы помните Шонова Коннелла я уже не помню ну проиграл топовым Джимми Ману его Винцес Интурю но Патрик Каминс он и борется хорошо так что мало будет шансов у Кури Андерсона а ударка соответственно лучше у Плахова у Каминса значит ставим скорее всего на Каминса но это не точно дальше женские бои не люблю конечно но здесь как я считаю победит Аспен Лад почему 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 побеждал Алину Ландсберг еще и причем нокаутом победить нокаутом это ну обычно женские бои это тотал больше всегда практически блин в большинстве случаев почему-то доходит решением решение но она четкий нокаутер вот и причем почему мне склоняюсь к Аспен Лад потому что она победила Сиджару Юбенс это имя уже на слуху то есть очень хороший боец Сиджара Юбенс Сиджара Юбенс это время да был Ultimate Fighter там где тренерами были Джастин Гейджи и Эдди Альварес запомнилась это имя ну и Лесли Смит чем запомнилась тем что отъехала от Cyborg да вот потом победила Ира Алдана и непобедимую Аманду Лемас ну тоже нокаутом опять же соответственно что я сейчас такое говорил ладно просто из-за Сиджары Юбенс которую победила Аспен Лад вот и все считаю что просто такое мнение мое Рики Симон Рики Симон что тут можно сказать что тут можно сказать он пришел из LFA я считаю уважаемый промоушен это так сказать фарм компания UFC так сказать очень ну там более более высокого уровня чем какие-то местечки Котс вот например вот это уже не очень а вот тут где где бойцы с рекордом 14-24 это вообще жесть но зато он участвовал в Дана Вайт контендер серии С5 победил сплитом Донована Фриллоу видимо тогда еще не дали ему контракт предложили не впечатлила Дана Вайт эта победа ну а потом он вернулся не вернулся а пошел в LFA и там одержал победу над Чика Камусом а это имя уже известное потом победил еще и нокаутом какого-то Зани с рекордом 11-4 ну неплохо против Мираба Двалишвили Мираб Двалишвили поиграл Фрэнки Сайенсу ну и с плитом как бы то есть такое в общем сложно здесь сделать выбор какой-либо что Блинков Комбат 8-0 Фрэнки Сайенс сплитом не знаю я думаю Рики Симон ну сложный поединок конечно почему-то к Рики Симону склоняюсь потому что LFA все более жесткий промоушен и последний поединок это Тони Мартин против Кейта Накамура тут так немножко видно то что тут из Велтеров спускается ладно смотрим это не суть Тони Мартин Кейта Накамура считаю что будет Тони Мартин потому что он например даже Оливье Обина Мерсье чуть не выиграл чуть не выиграл Оливье Обина Мерсье сплитом проиграл ну ладно отскочил Оливье Обин Мерсье ОАМ но мы же все знаем какой сильный этот спортсмен ну а до этого у него все вроде бы было более-менее хорошо не знаю почему аж в прилимы засовывают в общем здесь здесь Кейта Накамура еле-еле одолел Алекса Марано проиграл Элизео Залезки выиграл ну в общем чередует поражение с победами ладно я за Тони Мартина и так на этом можно подвести фирту мы все разобрали сделали выводы здесь еще можно посмотреть мнение участников сайта кто участвовал в голосовании на этом сайте я тоже участвую в них вот здесь зрители не могут только определиться но я за Ли здесь за Свонсона хотя здесь все за Фрэнки Эдгара ну и до боя с Артега я бы тоже был за Эдгара но сейчас я за Свонсона Виллис видите 88% все считают ну недавно Булар всем поджег пуканы когда проиграл визорику там тоже он был таким же фаворитом Дэйв Брайнш против Сантоса как я говорил Сантос здесь фаворит наверное Букмекеров он тоже фаворит Брэд Джонс почему-то здесь а не нет все верно Брэд Джонс вот это мы не разбираются молодцы Миллер против Хукера здесь я тоже сказал Хукер вот здесь почему-то думают что Лафлер а я думаю что Гарсия ну посмотрим кто был прав может я не прав Бибулатов понятно Бахадурзада тоже я сказал Бахадурзада здесь Патрик чуть-чуть совсем Патрик Каминс но тут может и не чуть-чуть должно быть все-таки Аспен Лат тоже со мной согласны здесь Симон Валишвиль тоже я Симону отдал он тут не совсем так однозначно хотя бы скорее он вот 50 на 50 ну где-то не Мартин Накамура тоже наверное он не прям-прям такой ну все-таки фаворит в общем здесь люди тоже разбираются но где-то делают ошибки где-то я делал ошибки ладно давайте надеюсь я еще запишу счастливо всем пока удачи не забывай не забывай